Почему я в картине использую слова? Что такое слово? Слово в сущности, на самом деле, слово связывает наше сознание с внешним миром. Вот вся информация, которая поступает из внешнего мира, колоссальное количество разных предметов, все, чем наполнен этот мир, наше сознание встречает как бы словом. То есть оно объясняет, называет словом то, что идёт из внешнего мира в наше сознание. Вот такое слово навстречу, идёт навстречу вот этому потоку информации. Поэтому оно как бы служит связующим между нашим сознанием и внешним миром. Таким образом, когда я, когда художник, или я, скажем, вот имею дело с картины, в которой я стараюсь, чтобы зритель как бы вошёл в эту картину, чтобы он был участником картины, не посторонним зрителем, а участником, то, естественно, что здесь слово очень может быть полезным, и оно действительно помогает восстановить вот этот контакт между сознанием зрителя и изображением. И вопрос только в том, как это слово использовать. То есть, в принципе, современное искусство часто со словами работает, и особенно концептуальное искусство, но очень часто слово используется как комментарий, как комментарий к изображению. То есть, что-то изображено на картине, ну, непонятно что, и не ясно, как к этому относиться, а вот, пожалуйста, вам комментарий, слово, которое объясняет, что это то-то, то-то и то-то. И прочитав, вы можете посмотреть уже на картину. Я, в принципе, против вот этого отношения к картине такого, потому что, по моему убеждению, само изображение должно быть как бы самодостаточным. То есть, в том смысле, что оно должно быть как бы сбалансировано само на себе таким образом, чтобы сразу производить какое-то впечатление. До даже там понимания, непонимания, а просто вот как-то подействовать эмоционально. А потом уже может прийти понимание или непонимание, или отрицание с уже более внимательным рассмотрением в дальнейшем. Так вот, я считаю, что такое слово, которое комментирует просто, если изначально вы не знаете, как смотреть, и никакого эмоционального ощущения картины не вызывает, вот этот словесный комментарий ничему не поможет. Он не спасёт картину, она всё равно не оживёт уже. Это будет мёртвая картина. Вот. Я рассматриваю слово совершенно в другом смысле. Для меня слово – это персонаж картины, это образ визуальный. Это основано на том, что в моём понимании слово – это не только звук, это не только смысл, но это зрительный образ, это визуальный образ. И слово имеет право на этот образ. Вот этот образ визуальный, состоящий из букв, конечно, он имеет право быть персонажем и на равных с другими персонажами, которые изображены в картине, с другими элементами картины. И само вот это, сам характер этого слова, его движение в пространстве картины, связь с изображениями другими в картине и могут быть содержанием картины. Вот эта картина «Живу, живу, вижу» – это слова, на самом деле, это слова поэта Всеволода Некрасова. Полная фраза эта звучит… Всеволод Некрасов – это наш современник. Вот, замечательный поэт. Полная фраза звучит так. «Я хотя не хочу и не ищу, живу и вижу». То есть, в том смысле, что я ничего специально не выискиваю, но ни от чего не отказываюсь. Я живу в это время, в этом месте и как бы обязуюсь говорить правду, не соврать. Вот. Тут же…